Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Госдума приняла новый пакет мер поддержки бизнеса. О них, а также об оценке действующих мер поговорим с вице-президентом ТПП Ростовской области Светланой Абдулазизовой. Светлана Леонидовна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Ну и вначале для понимания аудитории расскажите, какие вопросы чаще всего интересуют сейчас предпринимателей, с какими вопросами они чаще всего обращаются. Спасибо, Артем, за вопросы и приглашение на эту передачу. На самом деле мы последние два месяца находимся в достаточно плотном контакте с бизнесом. У нас и телефон горячей линии, и заявления по форс-мажору принимаем. Понимаем, что на сегодняшний день выступают, предприниматели волнуют ряд проблем. Прежде всего, это, конечно, проблема в самом начале, когда наступилась ситуация с коронавирусной инфекцией, была масса вопросов, кто может работать, кто не может, кому запрещено, кто должен находиться на удаленке, а кто может работать офлайн. Когда с этим более-менее разобрались, пошел достаточно большой поток вопросов относительно того, каким образом воспользоваться теми мерами поддержки, которые были в самом начале анонсированы и приняты на федеральном уровне. И потом уже второй пакет, и сейчас третий пакет. То есть поток вопросов, связанных с тем, как воспользоваться мерами поддержки, он тоже остается. Ну и, безусловно, достаточно большой поток обращений. Проблем связан с тем, что у предпринимателей нет достаточных ресурсов для того, чтобы выполнять свои обязательства по аренде, по налогам, по обязательствам перед поставщиками. И в этой ситуации это все то, что касается обращений к нам за заключением по форс-мажору. С какими вопросами предприниматели обращаются чаще, если речь идет о форс-мажоре? Ну тоже за эти два месяца структура обращений значительно изменилась. То есть если в самом начале, в конце марта, в начале апреля мы просто ежедневно десятками получали обращения, связанные с невозможностью оплаты выполнения обязательств по аренде, и, к сожалению, мы вынуждены были всем отказывать по этому поводу, поскольку действующее законодательство, а в дальнейшем и дважды разъяснение Верховного суда все-таки обращали внимание на то, что не отсутствует денежных средств и невозможность исполнения обязательств по договорам аренды не являются форс-мажором. В этой части были приняты соответствующие законы, в частности 98 закон в первых числах апреля был принят и соответствующие потом постановления правительства. И мы фактически разъясняли предпринимателям, давали образцы документов, как обращаться к арендодателю для того, чтобы пересмотреть ставки аренды на этот период. Затем, и сейчас у нас таких обращений есть, но уже не в таком количестве. Затем был достаточно большой поток обращений, связанных с невозможностью исполнения обязательств по договорам кредитным и лизинговым. В основном это были уже более крупные компании, даже, так скажем, средние компании. Если лизинг, то это в основном связано с приобретением транспортных средств, в частности компании, которые выполняют пассажирские перевозки внутригородские, которые там два года назад покупали в лизинг автобусы большой маловместительности. И здесь при достаточно скрупулезном финансовом анализе состояния предприятия мы по ряду договоров лизинга выдавали заключение о том, что неисполнение обязательств связано с форс-мажором. Были обращения по неисполнению кредитных договоров. В основном это договоры, кредиты, которые привлечены на строительство объектов недвижимости. К сожалению, здесь тоже гражданское законодательство, гражданский кодекс не позволяет нам по таким договорам давать заключение об обстоятельствах непреодолимой силы. Сейчас самый большой поток обращений по форс-мажору связан с неисполнением обязательств договора в поставке. Предприниматели, к сожалению, не всегда понимают, что заключение о форс-мажоре дается по каждому конкретному договору, по каждому конкретному факту неисполнения обязательств. Поэтому мы вынуждены были разъяснять предпринимателям порядок и рекомендовать обратиться к нам уже тогда, когда такой факт неисполнения наступает. И вот сейчас мы видим достаточно большой поток обращений, когда обязательства уже фактически не исполнены и предприниматели представляют нам соответствующие документы о том, что не исполнили это не потому, что сами не смогли или не захотели, а потому что ситуация с коронавирусной инфекцией не позволила им это сделать. В том числе очень много обращений по неисполнению обязательств по договорам и контрактам в заключенном рамках 44 федерального закона и 223. Но здесь тоже и Министерство финансов Российской Федерации, и правительство Российской Федерации дали соответствующее разъяснение. Внесены изменения в закон о контрактной системе, где дано право заказчику менять сроки поставок, менять объемы поставок. И, соответственно, у заказчика и поставщика появилась возможность откорректировать эти договоры и нести соответствующие изменения без получения заключения о форс-мажоре. Госдума совсем недавно приняла новые меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В чем особенность этого документа? Ну, Госдума недавно рассмотрела целый пакет документов. Это касается реализации третьего пакета мер поддержки предпринимательства, которое было анонсировано нашим президентом 11 мая. До этого, 16 и 15 мая, выходили постановления правительства. Постановление правительства, в частности, дало возможность... Одно из этих постановлений дало возможность использовать меры поддержки в социально ориентированном НКО. Но для того, чтобы признали социально ориентированными, недостаточно того, что у тебя в видах деятельности, в уставе, в акведах есть виды деятельности, которые по закону о некоммерческих организациях относятся к социально ориентированным, но и нужно состоять в неком реестре. Вот сейчас идет формирование этого реестра. Я рекомендую некоммерческим организациям, если они осуществляют виды деятельности, которые определены в седьмом федеральном законе как соответствующие для отнесения к социально ориентированным, направить свои письма и обращения в правительство Ростовской области для включения их в такой реестр. Кроме этого, это одно из постановлений. Другое постановление правительства определило порядок в предоставлении льготных кредитов по 2% годовых для субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях. И в случае, если к 1 апреля 2021 года численность на этих предприятиях сократится не больше, чем на 10%, то эти кредиты можно будет не выплачивать. Речь идет о кредитах на заработную плату в течение полугодового, так скажем, фонда оплаты труда. Такое постановление принято. Что из него важно? Если это касается субъектов микро и малого бизнеса, то здесь неважно, основной или дополнительный аквет у тебя. Если такой аквет есть в числе пострадавших, значит, ты имеешь право воспользоваться такой поддержкой. Но, тем не менее, не нужно забывать, что это все-таки кредит. И, соответственно, банки будут подходить к заемщикам с тем же самым вниманием к его финансовому положению, к его обеспечению. Да, безусловно, в части обеспечения будет использоваться еще и средства внешнеэкономбанка, но, тем не менее, здесь все равно будет оцениваться финансовое положение заемщика. Поэтому рассчитывать на то, что подал заявление в банк и тебе выдали кредит по 2% годовых на фонд оплаты труда, полугодовой, ну, будет не совсем корректно. Для средних и крупных предприятий здесь будет действовать все-таки принцип основного АКВЭДа, так же, как и для получения раньше субсидий. Кроме этого, Государственная Дума рассмотрела, но пока, по моей информации, Совет Федерации еще не одобрил этот законопроект, который касается, прежде всего, предоставления налоговых каникул, или, так по-русски говоря, списания налогов за второй квартал. Речь идет обо всех налогах, кроме НДС, для тех субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях. К сожалению, пока тоже еще основной АКВЭД у нас там присутствует. И так же Государственная Дума приняла закон, который определяет взаимоотношения между арендодателями и арендаторами. Это нашумевший закон, который долго обсуждался между первым, вторым и третьим чтением, существенно видоизменился к окончательному варианту, и, в принципе, он стал дополнением того 98-го закона, который был принят в начале апреля этого года. Речь идет о том, что арендаторы, которые работают в пострадавших отраслях, вправе обратиться к арендодателю за снижением ставок арендной платы на год, на весь 20-й год. И в случае, если арендодатель им отказал, они имеют право расторгнуть по своей инициативе договор аренды без штрафных санкций. Но при этом залоговый обеспечительный платеж, который они, как правило, платят арендодателю, останется у арендодателя. Это вот вкратце суть того законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Совете Федерации. Как вы считаете, вот в этой ситуации, какие из действующих мер, я имею в виду региональные и федеральные, наиболее эффективные, какие можно или даже нужно было бы добавить на федеральном и региональном уровне? Ну, вы понимаете, для предпринимателей, безусловно, самыми эффективными мерами являются меры прямой поддержки, то есть безвозвратные субсидии и пониженные налоговые ставки и налоговые каникулы. Все, что связано с заемными средствами, какие бы там обещания не были, 0% годовых, либо 2% годовых с последующим списанием, это все равно отложенные обязательства. И, конечно, в большей степени пользуются спросом и более реальной помощью оказывают то, что на сегодняшний день не требует сложного процедуры получения, но при этом уменьшают затраты предпринимателей. Если говорить о тех мерах, которые, на мой взгляд, еще нужны. Безусловно, самый главный вопрос, который на сегодняшний день не решен, но я надеюсь, что он хоть как-то будет решен, это вопрос продления возможности использования единого налога на вмененный доход. Мы все знаем, что с 2021 года этот налог отменяется, такая форма налогообложения отменяется. Для предпринимателей в данной ситуации, попавшие в непростую состояние этой ситуации, это касается не только пострадавших отраслей, потому что мы все говорим, пострадали все в той или иной степени. Эта мера, если бы продлили вмененку еще как минимум до 2024 года на время реализации национального проекта по малому бизнесу, это была бы существенная поддержка. Дальше вопросы по перенесению срока внедрения маркировки. Вот наши предприятия торговли обувью не торговали фактически всю весну, весь сезон. Соответственно, продать ту продукцию, которая была ранее маркирована, либо остатки, которые были, была возможность продавать немаркированную продукцию, у них нет на сегодняшний день. Но обязательно этап маркировки вступает в силу с 1 июля. Как это будет работать, никто на сегодняшний день не знает. И мы уже неоднократно ставили вопрос о том, что нужно, необходимо все-таки на 2020-2021 год все те сроки, обязательное внедрение маркировки, которые были запланированы, перенести на более поздние сроки. Светлана Леонидовна, я благодарю вас за интересные и содержательные ответы. Ждем вас вновь в нашей студии. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали меры поддержки бизнеса, которые уже действуют и которые Госдума недавно приняла. Гостем нашей программы сегодня стала вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова